Иисус Христос Про виноградник, как он приглашал работников, помните? Это очень интересная причина. Там говорится, что одних пригласил с утра, пришли работать. Потом среди дня других еще позвал работать. Под конец еще позвал работать к вечеру. А заплатил всем одинаково. И те, которые пришли с утра, скажут, это что-то не то мы получили. А он говорит, что? Или ваш завистливый глаз, что я добр? И вы знаете, я как-то послушала и говорю, Господь, а вот как это все-таки до конца понять? Почему так? Кто-то в начале, кто-то в сидении, а получили все поровну. И вы знаете, вот я представила себе эту картину, виноградник. И те, кто пришли с утра, работали уже устали. Приходят с новыми силами. С новыми идеями. Быстренько подхватывают, пошли работать. Те уже отстают чуть-чуть, а эти вперед. К вечеру эти уже подустали. А приходят следующие с новыми идеями, с новыми силами. Иисус сказал про церковь. И мы ждем, что будут приходить с новыми идеями, с новыми силами. И поддерживать руки наши. И поведут дальше. И пойдут, и пойдут, будут сильными. Поэтому мы не будем завистливыми. Мы будем счастливы, что Господь приводит. И пусть еще больше приводит народа. И приводит тех, которые действительно любят Господа. Посвящены Ему. У которых сердца открыты. Я все время молюсь, Господь, приводи таких. Которые душу свою не возлюбят. Хоть до смерти. Настолько любят Бога. Настолько любят Господа. Но это прелюдия. Сейчас будем говорить то, что я получила и о церкви. Хочу поговорить о церкви, которая есть тело Иисуса Христа. К Ефесянам 1.22.23 говорится. И все покорил под ноги Его. И поставил Его выше всего. Главою церкви. Которая есть тело Его. Полнота, наполняющего все во всем. Мне так нравится, что тело Его с большой буквы. И дальше, когда говорится про церковь, пишется с большой буквы. Мне самой хочется с большой буквы говорить о церкви. О настоящей церкви. О той церкви, которая действительно является телом Христа. Вы знаете, уже я немножечко говорила вам об этом. Что мы уже были во Христе. И вы знаете, что церковь тоже была уже во Христе. Еще до сотворения мира церковь уже была во Христе. Она была в проекте у Бога. Он создал так. И Павел говорит очень интересно. Ибо мы Его творение, созданное во Христе Иисусе, на добрые дела. Которые Бог предназначил нам исполнять. То есть наша церковь, ну любая церковь. Наша, мы говорим о нас. Была уже создана во Христе Иисусе. Мы теперь только появились. Но до прихода Иисуса Христа церкви фактически не было. Делились на народ Божий. И язычники. Так делились. Это в Иисусе Христе появилась церковь. Благодаря Иисусу Христу и благодаря Духу Святому. Появилось такое чудесное понятие, как церковь. Где Бог объединил все. И разрушил все преграды и границы. Стер такие понятия, как иудей. Язычники. Рабы. Свободные. Мужской пол, женский пол. Стер. Где нет такого разграничения. Вот нету такого. Там и церкви Христа нет. There is no church. Тело Христа. Это вот именно где Он все объединил в одно. В Его теле нету такого понятия разграничения. Вот на границе, границе. Потому что Иисус пришел с этой целью, чтобы объединить. Пришел, чтобы соединить все в одно тело. И самое прекрасное, что Он пришел соединить, это земное и небесное. И знаете, это такая великая тайна. Когда я это вот послушала от Господа, я думаю, какая это великая тайна, еще об этом надо рассуждать. Но я прочитаю вам некоторые места, Ефесянам 1, 9, 10. Говорится, открыв нам тайну своей воли, по своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем. То есть Отец по своему благоволению прежде положил в Иисусе. Эту тайну. Эту церковь. Мы тайна Божья. Написано, в устроении полноты времени. То есть, когда время полнота придет. Дабы все. Небесное и земное соединить под одну главу Христа. Скажите, что это не тайна. Великая тайна. Я уверена, что Дух Святой нам эту тайну тоже хорошо откроет. Колоссянам 1, 19, 22. Я несколько мест прочитаю. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота в Иисусе. И чтобы посредством Его примирить с Собою, с Отцом. Все. Умиротворив через Него кровью креста Его. И земной, и небесной. То есть, вы видите смысл? Что совершил Господь в церкви? И вас, бывших некогда отчужденными врагами. По расположению к злым делам. Ныне примирил в теле плоти Его. Где? Вот здесь, в церкви. Примирил в теле плоти Его смертью Его. Чтобы представить вас святыми, непорочными и неповинными перед Собою. Еще одно место. Ибо все вы, Сыны Божьи, поверива Христа Иисуса. Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Мы оделись в Его тело. И нет уже Иудея, не язычника. Нет раба, не свободного. Нет мужеского пола, или женского. Ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Аврамова. И по обетованию наследники. Кто из нас здесь разбирает, кто мы? Люди, язычники, мы кто? Мы тело Христа. Мы одно, Бог объединил нас. Вот что такое Церковь. Это в Божьих глазах Церковь. А не просто собрание единомышленников. Все, что я прочитал, это должно совершиться внутри нас. Все крестившиеся во Христа облеклись в одно тело. В одно тело Церковь. Вне Церкви этого нет. Это в одно цело Церковь. И хочется такую Церковь называть с большой буквы. Потому что это тело Христа. Может ли оно быть с маленькой буквы? Если это тело Христа, насколько оно должно быть славным? И хочу еще раз объяснить и углубиться на такое интересное откровение, что Бог сотворил земное и небесное объединил. В теле Своем. Вот здесь, в Церкви. Он объединил земное и небесное. Теперь Церковь стала как одна душа. Когда это мы едины в вере. Единство в понимании. Когда у нас единство в любви. Прославление и поклонение Богу. Это одна душа. У Церкви должна быть одна душа. Здесь не может быть разногласия. Один Дух, естественно, Дух Святой. Мы тогда это одно тело. Мы настолько одно тело, что Бог нас рассматривает вот так, как одно. Он всем нам глава. Одна плоть. Одно тело. Вот какое должно быть единство в нас. Вот этого единства Бог хочет видеть в Церкви. Когда мы все плотную друг к другу едины. Вот что такое единство. Как в плоти. Моей, вашей. Каждый член служит другому. Нету такого, чтобы рука сказала, а я не буду левую руку мыть. А правая нога скажет, а я не буду ходить. Глаз закроется. Нету такого. Один другой дополняет, один другому служит. Это тело. Зря, что ли, Иисус сопоставил с телом. Отец так предназначил. Совершил такую тайну, чтобы вот это тело служило один другому, один другому, и все члены тела. Каждый из нас член тела Иисуса Христа. Неважно, ты палец на ноге или на руке. Ты член тела Христа. Вы понимаете, честь какая? Церковь это живой организм. Вот это и есть новое творение Бога, которое Он назвал своей женой. Вот такую церковь. Как некогда Бог сказал мужу и жене, что будете одна плоть. Так теперь Он сказал церкви, мы с Ним одна плоть. Вы только представляете, как Иисус интересно сказал, то не церковь, если нет такого единства. Если нет такого соединения, если все друг к другу чужие, это не церковь. Если пришли, часик посидели и ушли, это не церковь. Это не тело Христа. Тело Христа, когда все вместе. Если нет такого единства, если душа одного тянет в мир, другого в другое место, это не церковь. Когда говорится, что придет за церковью, Он заберет свое тело. Те, которые в его теле, те, которые в единстве, те, которые служат друг другу, потому что любят друг друга, где единый дух и одна душа, одно тело. Брат с братом, сестра с сестрой, все вместе любим друг друга. Церковь. Это является церковью. Как сказано на первой церкови, только посмотрите. Даже если взять вот первую церковь, это 120 человек, когда они все единодушно собрались, ученики Иисуса Христа. Это так прекрасно, единодушно молились. Это была первая церковь, и Дух Святой сошел на них. Сколько они молились? Сколько они пробыли в единодушии? Мы не знаем. Но Дух Святой сошел на них. Это тело наполнилось Духом Святым. Вот что хочу сказать. Духом Святым наполняется тело Христа. Если тело Христа, Дух Святой сходит. Потому что тело Христа не может быть без Духа Христа. Правда? Все наполняющее, полнота наполняет церковь. Иисус молился Отцу Своему последней молитвой. Эту молитву я очень люблю. Я думаю, вам она тоже нравится. И Он молился не только о том, чтобы мы между собой были едины. Хотя и это Он молился, потому что это тоже нужно. Но Он еще глубже пошел, чтобы наше единство было и с Ним, и с Отцом. Потому что тело Христа должно быть живое. Оно не может быть мертвое. Оно же не осталось в гробу. Оно же воскресло. Мы воскресшее тело Христа, которое Бог оставил на земле свидетельствовать. Поэтому Он говорит, оттуда узнают, что вы мои ученики. Оттуда узнают, что Отец любит меня. Откуда, если тело Христа будет живое ходить. Итак, я чуть-чуть прочитаю Иоанна 17, 21 из молитвы Иисуса. Да будут все едины. Иисус молился о том, чтобы мы были все едины. Как Он хочет видеть церковь и единство. Не разделение, а единство. Да будут все едины. как Ты очи во мне и я в Тебе. Так они да будут едины. Еще и в ком? В нас. Еще и в нас. Да уверует мир, что Ты послал меня. Такое единство не может не уверовать мир, увидев. Вот такого единства еще в мире никогда не бывало. До Иисуса Христа не бывало. Чтобы собрание народа независимо от социальной принадлежности, от национальности, от пола вместе составляли одно тело. Не было такого. Это Бог создал новое творение. Мы новое творение во Христе Иисусе одним Духом Божьим крещены. В одном Духе Божьем живем. И это стало возможным только благодаря Иисусу, потому что мы в Нем и Духу Святому. Вы знаете, разорванная завеса открыла нам возможность вот этого объединения, чтобы мы стали одно с Отцом. Не только с Иисусом Он молился, не только со мной, но с Отцом. С Богом всего сущего. Представляете, вот эти слова, где написано к евреям 12.22.24 Это разорванная завеса. Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму, и тьмам ангелов, и к торжествующему собору, и к церкви первенцев, написанных на небесах, и к судье всех Богу, и к Духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и к крови крапления, говорящей лучше, нежели Авелева. О чем это говорится? Да, это разорванная завеса. в Духе синялось ограничение. Мы теперь можем видеть небеса. Мы можем иметь общение с небесами, что мы, собственно, и делаем. Мы приступили. Это действует. Это произошло внутри нас даже. Завеса разорвалась даже внутри нас. Открылись возможности ходить в небеса. И небеса внутри нас. Открытые небеса внутри нас. И теперь в теле Иисуса Христа объединены и небеса, и земля. тело земное и небесное. Здесь Дух Святой. Вы представляете, как мы объединились. Мы объединились. Внутри нас небеса открытые. А мы земляне. Это сотворил Бог. Он совершил чудо. Он совершил нового человека, чудо, в котором есть и небесное, и земное в одном стаканчике. в бокальчике. Вы знаете, человечество мечтало об этом всегда. Оно всегда стремилось к тому, чтобы быть как бы богами. И они искали оккультных путей. И дьявол этим воспользовался. Вы знаете во времена Ноя, что произошло. Когда падшие ангелы сошли и с женщинами сочетались и рождались рифаимы. Полубоги вроде как соединились земной и небесной. Давайте прочитаю, я вам это место напомню. Бытие 6, 4, 7. В то время были на земле исполины. Особенно же с того времени, как сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим. и они стали рождать им. Это сильные издревле славные люди. Славные это не в смысле хорошие. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле. Ну как же получилось? Разве не Бог этого хотел? Небесное с земным. развратилось человечество на земле. И что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле. И воскорбил сердце своем и сказал Господь. Истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил. От человека до скота и гадов и птицы небесные истреблю. Ибо я раскаялся, что создал их. Вот как дьявол поспешил слышать одним ухом, что Бог собирается сделать. Устроить свое. Но что он совершил? Он совершил что? Злобный дух. Злобный гибрид. Это не то, что хотел Господь. Потому что дьявол соединил не небесное с земным, а под небесное с земным. Вот разница. Поэтому появились на земле кто? Великие грешники. Сильнейшие грешники. Усиленные духом поднебесным. Духом Шиола. Но Бог предусмотрел совершенно другое для человека. Он от Духа Божьего родил. Мы от Духа Божьего родились в нового человека. И внутри нас появилось и земное небесное. Вот так Он объединил нас чудом своим. И мы стали с вами интересные личности. Вроде плотские, а на самом деле духовные. И внутри нас небеса. И внутри нас Царство Бога. И вот здесь вот сейчас Дух Бога внутри вас, вокруг вас. Как мы соединились с небесами. Как сказано, и все покорил под ноги Его. И поставил Его выше всего главой Церкви, которая есть тело Его. Полнота наполняющего все во все. Церковь Христа откуда наполняется? От Бога Отца. Через Духа Святого от Бога Отца. Мы наполняемся Его славой. Его полнотой, силой. Мы наполняемся Духом Христа, Его любовью. Наполняемся небесами. Посмотрите, как интересно еще сказанное хочу прочитать вам. Look at this interesting verse. Ephesians 1, verse 17 to 23. Чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости. И откровение к познанию Его. И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его. И какое богатство славного наследия Его для святых. И как безмерно величие могущества Его в нас. верующих под действием державной силы Его, которой, то есть этой силой Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых. Вот этой силой державной Он воздействовал во Христе, чтобы воскресить Его. И эта сила в нас сейчас. мы не можем умереть, если у нас эта сила. Мы уже в воскресенье. И даже если оставим это тело, мы идем в воскресенье. Потому что Он говорит во Христе, Он действовал в Нем. Не снаружи, а в Нем. И если внутри нас это сила Бога, но какие же мы новые творения. Мы уже воскресенье. Внутри нас живет воскресенье. в небеса. Вы понимаете насколько мы новое творение? Итак, Он воздействовал во Христе, воскресив Его измертых и посадив одеснуя Себя на небесах. Превыше всякого начальства и власти и силы и господства и всякого имени именуемого не только всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его. И поставил Его выше всего. Куда выше всего? Головою церкви, которая есть тело Его. Полнота наполняющего все на все. Так что получается? Повторять или вы уже поняли? Вот как интересно Бог церковь свою прославил, если это церковь тела Его. И Павел описывает славу тела Христа. Если собрание народа не является телом Христа, это ничего не для них, надо иметь это единство между собой и Господом, чтобы Дух наполнял. Тело Христа не бывает без Духа Божьего. Оно не мертвое, не труп. В Нем жизнь, и в Нем течет кровь. Хочу сказать про кровь. Как говорит Иоанн, посмотрите, если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. Вы услышали? Только если ходим во свете, как Он во свете, только тогда мы имеем общение друг с другом. Хотим видеть друг друг. Тогда мы хотим быть вместе. Тогда это тело Христа. То имеем общение друг с другом. И когда мы имеем общение друг с другом, тогда кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Только тогда. Вы хорошо это услышали? Когда мы вместе, когда мы тело, единство, в теле, кровь Христа очищает. Вы знаете, у нас у всех есть кровь, это жизнь, да? Кровь Христа — это жизнь Церкви. Кровь наша проходит по всем органам, по всему организму. Кровь во всех клеточках нашего тела. И что оно делает? Очищает. Очищает тело. По кровеносным путям оно доставляет и кислород, и питательные вещества, и также удаляет углекислый газ, и удаляет и очищает от других отходов в жизни, деятельности клеток. Это действует кровь в нас. Почему? Иоанн сказал, если мы тело Христа, Кровь циркулирует здесь, приносит с небес кислород, и омывает, очищает только тело Христа. Может ли кровь очищать, если отрезать пальчик и положить там в сторонке, пусть очищает кровь. Нет, оно тело очищает. Когда человек считает, что он может один сам по себе дома, его кровь не очищает. Кровь очищает тело Христа. И если ты во свете, как Иисус во свете, ты будешь в теле Христа, ты будешь хотеть быть в теле Христа, и будешь очищаться. Потому что мы здесь все очищаемся. Бог объединил нас всех в одно тело. Еще раз повторяю, где нет единства, тела нет. Потому что в теле Христа нет разделения. И нет разногласия. Мы даже можем видеть в примере первых христиан. Я вам покажу первые церкви, напомню. Когда мы читаем с вами Деяния Апостолов, насколько они были едины, это правда, Церковь Христа. Несмотря на то, что Церковь Христа была географически, находилась в разных местах, она была единая церковь. Представляете, она была единая церковь. Одна община. Один Дух. Одной верой и одной любовью они все были крещены. Я вам прочитаю интересные места. Деяния 2, 44-47. Там не делили так в то время, не делилось, как вот эта Каримская церковь, а та ладыкистская. А там не весяли. Они были одна церковь. Все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали имение и всякую собственность и разделяли всем. Смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме. Хватит нам один раз в неделю? В воскресенье только придем. Галочку поставим. Каждый день единодушно пребывали в храме. И каждый день единодушно пребывали в храме и преломляли по домам хлеб. Этого еще им было мало, еще по домам преломляли хлеб. и принимали пищу вместе. Как они любили друг друга. Весели, в простоте сердца. Не в мрачности, как я вам говорила в воскресенье. Весели, в простоте сердца, хваля Бога. и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. И церковь с большой буквы. Я считаю, что такая церковь должна быть с большой буквы. Это тело Христа, где царствует любовь. И настолько царствует, что они каждый день хотели видеть друг друга. Они так, что, ой, хоть бы этот человек не пришел бы. Они и финансами служили друг другу. И молитвами. И письма апостолов передавали из одной церкви в другую. Какое было единство. Я прочитаю вам. Ныне ваш избыток в восполнении их недостатка. А после их избыток в восполнении вашего недостатка, чтобы была равномерность, как написано. Кто собрал много, не имел лишнего. И кто имел мало, не имел нужды, недостатка. И посмотрите, как они передавали письма. Колоссядам 4,16. Павел говорит, когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в ладыкийской церкви. А то, которое в ладыкии, прочитайте и вы. А не так, это моя церковь, я только здесь проповедую. И все. А это и там. Единство. Понимаете, что такое единство? Вот что оно значит. Это тело Христа, когда Дух Святой в свободе, во всем своем теле господствовал. Тело Христа это жена Агнца. Все остальное можно просто определить как общество. Общество по интересам. Хорошее общество по интересам. Развлекаются. Но церковь это тело Христа. И те, которые отделяются от церкви Христа. Отделяются от тела от тела Христа. Ни кровь их не очищает. Ни дух не будет присутствовать Божий. Потому что тело живое. И свою церковь Иисус создал в себе. И Он полностью участвует в создании. Полностью. Как сказал Он даже Петру вот сегодня Саше это сказал. Не Петр создавал. И Бог создает. Да, на Петре, но Бог создает. Как Он сказал. Я говорю тебе, ты Петр. И на всем камне Я создам Церковь Мою. И врата Ада не одолеют ее. В греческом говорится врата Ходеса не одолеют ее. Ходес это Бог подземного царства. Как бы Он не старался раскачивать такую церковь, которую Христос создал. Не сможет. Почему не сможет? Потому что Христос создал. Потому что Господь создал. И внутри Господа, внутри церкви Его дыхание, Его кровь, Его дух, и мы все едины, понимаете, не сможет. Хотя будет стараться. И мы с вами знаем, будет стараться. И старается, и всегда стараться будет. Но не сможет. Не одолеет. Кого не одолеет? Тело Христа не одолеет. Много разрушенных, мы будем говорить, церквей. Были ли они церкви? Если они рассыпались и развалились, было ли это тело Христа? Это невозможно. Тело Христа невозможно. Кто осмелится разрушить тело Христа? Мои дорогие, я поздравляю вас с тело Христа. Я в этом уверена. Редактор субтитров А.Семкин